Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Дороги, освещение, новая остановка – очередные результаты совместной работы городских властей и территориальных общественных самоуправлений. Если они бросают, подбрасывают нам под окна, так что они могут на деле сделать? Грязная агитация. Одна политическая партия в ходе своей избирательной кампании наследила не только на улицах города, но и в душах избирателей. Нет ничего невозможного – рассказал и показал на деле участникам президентских состязаний легенда российского бодибилдинга Юрий Голубев. В микрорайоне Алексеевском благодаря совместным усилиям территориального общественного самоуправления номер 38 городской администрации депутата совета полным ходом идет благоустройство. Упор здесь делают на дороге и водоотведение. Точки приложения усилия определяют сами местные жители. Асфальт в микрорайоне Алексеевском укладывают после того, как проложили канализацию. Местные жители говорят, что пик масштабных работ по благоустройству ощутили в прошлом году. Но и в этом городская администрация выделила щебень, а депутат помог техникой. Засыпали улицы Абрикосовую и Ореховую. А здесь уложили асфальт, и что немаловажно для местных жителей, провели уличное освещение. Выявлять тонкие места помогает система территориального общественного самоуправления. У нас работает в микрорайоне Алексеевском совет микрорайона. Мы собираемся раз в месяц. Приходят жители на этот совет, депутат, тосовцы. Мы решаем проблемы, пишем письма все вместе и отправляем в администрацию эти письма. И потом получаем все, что мы просим. Общественники не дали запустить этот участок земли. Говорят, что буквально на следующий день после обращения к главе города-курорта здесь скосили заросли травы. Чистота и красота перед частными домами для большинства жителей вопрос само собой разумеющийся. При этом подход к делу зачастую творческий. Ну вообще у нас в семье вообще все любят заниматься цветами. И если это выходной, то очень много времени на это уходит, потому что это любимое дело. Но в особенности этим любят заниматься я и моя мама. И любовь к растениям привила именно она. Эта остановка возле гипермаркета появилась по просьбе жителей микрорайона. В этом году улицу Ореховую засыпали щебнем и проложили канализацию. Теперь, говорят общественники, можно укладывать асфальт и надеются, что покрытие появится уже в следующем году. Новому скверу быть на улице Парковой. Глава Анапы дал поручение архитектуре и муниципальному контролю поставить на учет земельный участок возле ПТП, как зеленую зону. Управлению ЖКХ предстоит запланировать там благоустройство. Первым делом понудить застройщиков восстановить пешеходную дорожку, которую разрушили, когда тянули коммуникации. Закрыть от проезжей части живой изгородью, благоустроить и создать еще один уютный сквер. Мэр Анапы дает поручение – оформить документально, как зеленую зону, чтобы пресечь всякие попытки порезать на кадастры и застроить. Следующая остановка – строящийся детский сад на улице Лазурной в Алексеевке. По проекту он рассчитан на 160 мест. Инвестор обязал создать учреждение и передать муниципалитету. Спальному микрорайону больше пяти лет. Со строительством этих многоэтажек должны были появляться и площади под соцобъекты. Но раньше застройщики избегали социальной ответственности. Подход к выдаче разрешений на строительство кардинально поменялся. Сюда можно возить и показывать застройщиков. Вот комплексная застройка, да? Пожалуйста. На этажке. Да? Вот. Пожалуйста, детский сад. А если бы вот эти построили школу, вот. Ну, им сколько, лет по пять, по семь, да, надо. Построили бы школу. Не было бы проблем. На улице Славянской в той же Алексеевке соседи жалуются. На земле под ИЖС строят многоквартирный дом. А где взять коммуникации на всех? Начальник управления муниципального контроля Арам Кухтиев докладывает. Приняты меры. В суде находится данный объект. Принесены обеспечительные меры в виде запрета. Запрета строительства. С начала года 163 материала подготовили сотрудники муниципального контроля по выявленным нарушениям правил землепользования, застройки и благоустройства. Это основание для правового управления администрации при обращении в суд. Анапа стала самым популярным российским курортом у семейных путешественников. Об этом написала газета «Известия». По данным сервиса «Тутуру», маршрут Москва-Анапа этим летом оказался наиболее востребованным среди самостоятельных туристов с детьми. На несовершеннолетних путешественников через данный портал было оформлено 23,4% всех авиабилетов по данному направлению и более трети – железнодорожных. В 2014-2015 годах летний отдых с детьми россияне также предпочитали проводить именно в Анапе. Представитель сервиса Мария Чупина пояснила, что этот город был популярен у семейных путешественников еще в советские времена. Клиенты другого турсервиса «One to Trip» в этом году также чаще всего выбирали Анапу для отдыха с родными. По сравнению с летом 2015 года популярность курорта возросла на 5%, в то время как Сочи и Крым прибавили по 2%, а Краснодар – 3%. Скандалом закончилась попытка одной из партий под занавес избирательной кампании пропиарить своего кандидата. Политтехнологи, недолго думая, завалили листовками Анапу и пригород. Массовый вброс агитматериала, видимо, должен был поднять рейтинг претендента на депутатский мандат. Однако результат получился совершенно противоположный. Первый удар приняли на себя коммунальщики. Они убрали к обеду основную часть листовок. Выбирая корректные формулировки, санитары городских улиц рассказали о масштабности акции. От Красной площади ходим до Суда, до Суко, до Утреша. И везде вот так вот кутлями валяется. Как рассказывают очевидцы, агитаторы особо себя не утруждали. Листовки разбрасывали из машины прямо на ходу. Просто обидно. Мы стараемся благоустраивать округ, территорию, поддерживаем чистоту, убираемся. И тут житель проходит, звонит. Вот такое-такое дело. Листовки разбросали. Мы подъезжаем сюда, давай собирать. Но это разве нормальное явление? Местные жители пришли на помощь коммунальщикам. Ликвидации последствий пиар-акций занимались вместе. Да и в оценке произошедшего были едины. Собрала, прочитаю листовки. Откуда они взялись? Кому это нужно? Если они бросают, подбрасывают нам под окна, так что они могут на деле сделать? Теперь даже те, кто сомневался, твердо решили исполнить свой гражданский долг. Эта ситуация с подачей горе политтехнологов стала весомым аргументом для того, чтобы прийти 18 сентября на избирательные участки и сделать свой выбор. И новости спорта. Вот уже три года на территории Анапы работает детско-юношеская спортивная школа номер 10. За это время в стенах школы были воспитаны спортсмены, чьи имена в ряду победителей соревнований самого высокого уровня. Учреждение занимает достойную нишу в городе-курорте. Тренеры вносят весомый вклад в развитие и качество дополнительного образования анапских детей. В новом учебном году в секции 10-й спортшколы были приняты более 200 юных спортсменов. На дне открытых дверей наша съемочная группа познакомилась с основными спортивными направлениями, в которых предстоит обучаться будущим чемпионам. На момент открытия школы в 2013 году в ней обучалось всего 300 спортсменов. В этом году их уже более 700 человек. Как отмечает директор школы Нина Филофеева, потребность в спортивных объектах на территории города-курорта Анапа неуклонно растет. По тому, что я вижу, очень много родителей сейчас уделяют внимание детям именно в развитии ребенка, именно в спортивной направленности. Это мы видим по тому, как у нас прошел набор. На футбол было 3 человека на место, на художественную гимнастику 6 человек на место бюджетное. С этого года у нас совершенно другие правила отбора. Мы принимаем по тем нормативам, которые у нас есть в федеральных законах. И естественно, что сейчас в школу идут лучшие. Лучше один раз увидеть. Таким девизом руководствуется администрация школы. Перед гостями выступили волейболисты, спортсменки из команды по хоккею на траве, баскетболисты. Но безусловно, королевой всех секций выступает художественная гимнастика. Младшие и старшие составы поразили сердца зрителей. Спортивная школа номер 10 является одним из популярных спортивных объектов города. Большие спортивные залы, развитая инфраструктура с современными системами безопасности, оборудование европейского класса, вкупе с высококвалифицированным педагогическим составом, делает школу известной на весь Краснодарский край. Ведь не зря, вот уже много лет подряд, на ее территории проходит соревнование всероссийского и международного уровней. Мы очень рады, что нашу школу узнают, любят и хотят заниматься в нашей школе. Наверное, этому послужило то, что мы в прошлом году очень хорошие провели мероприятия на нашей базе. Не только нашего уровня городского, но также краевого уровня, всероссийского и даже международного уровня соревнования проводились. Естественно, что очень большая была поддержка администрации города во всех этих мероприятиях. И я думаю, что те 200 человек, которые к нам пришли, это наша будущая надежда, наши будущие чемпионы. У нас даже такой девиз «Запиши нашу секцию будущего чемпиона», потому что тренерско-преподавательский состав, который здесь работает, профессионалы своего дела. В Евпатории состоялся Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль инвалидов «Пара Крым-2016». В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 62 регионов России. Анапские параспортсмены показали высокое мастерство в плавании. Причем, как отмечает руководитель анапской команды, на эти состязания они попали неожиданно. Мы поехали туда по личному приглашению Российского спортивного союза инвалидов. И, собственно говоря, на самом деле попали туда случайно. Он нас пригласил в положение и написано, что от одного региона одна команда. Команда от Краснодарского края там была. Но мы за наши заслуги, я думаю, не маленькие, были приглашены дополнительно в качестве участников. Приняли участие в том, что нам близко. Все наши спортсмены выступали в плавании. И, в общем, золото и два серебра в разных классах мы привезли. Анапской сборной по параспорту удалось всех удивить. Представители трех этапов по плаванию на 50 метров оказались в числе призеров. Виктор Пуцик завоевал золото. Серебряные медали достались Ренату Черниченко и Никите Иванкову. В данный момент спортсмены усиленно готовятся к краевой спорта-киаде инвалидов, которая пройдет в октябре в Краснодаре. Фестиваль был ориентирован в первую очередь на развитие массового спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Участниками спортивного праздника стали 450 человек из 62 регионов России, которые соревновались в легкой атлетике, плавании, пауэрлифтинге, дартсе, настольном теннисе. Легенда отечественного бодибилдинга, чемпион России, человек, который тренировал Владимира Путина, Дмитрия Медведева и Сергея Михалкова. Юрий Голубев приехал в Всероссийский детский центр смена, чтобы посвятить несколько дней совместным мероприятиям с участниками президентских состязаний. Сколько сил в молодом организме? Может ли обычный подросток поднять вес в 150 килограмм? Возможно, все. Нужно лишь верить в успех и не лениться, говорит известный бодибилдер Юрий Голубев. Спортсмен приехал в смену, чтобы поделиться опытом с участниками президентских состязаний и провести несколько мастер-классов по общей физической подготовке и бодибилдингу. Я сегодня поднимала штангу. Это было очень трудно. У меня даже до сих пор дорожат ноги. Приседания, если честно, я делала в первый раз со штангой. Я сделала 30 раз. Ну, это как бы для меня... Ну, если будет еще такая возможность, если я приду в какой-нибудь тренажерный зал, то я думаю, что я буду пытаться побить свой рекорд. Сегодня не только сменовцы ставят личные рекорды. Юрий Голубев признается, последний раз с весом в 180 килограмм присел 6 раз. Сегодня поддержку и веру детей позволили увеличить эту цифру до 10. Я вот здесь увидел огромную армию своих поклонников, которые именно профессиональные уже спортсмены на своем уровне. Конечно, так приятно работать. Я всегда говорю, столько материалов, с кем можно кого-то вдохновить. Я сделал 10 повторений. И когда я думал, 6-то сделать, я сделал 6, потом я чувствовал, что я сделал, могу 8. И в итоге я установил свой личный рекорд в 10 повторений. И опять же, кому? Благодаря вот этим ребятам. Бодибилдер рассказывает школьникам историю удивительного изменения своих учеников. О том, как физическая подготовка может помочь в жизни. Мы узнали много поучительных историй, разные случаи, которые с ним происходили. Как нужно правильно отжиматься, подтягиваться, как правильно свое тело в форме держать. Важно понять, что спорт – это в первую очередь здоровье. Нужно себя замотивировать. После все пойдет как по маслу, говорит гость. Мальчишки и девчонки показывают, насколько они спортивны. И почему именно они представляют свой регион на президентских состязаниях. Сменовцы не готовы останавливаться на достигнутом. Я подтягивал все 30 раз, отжимал все 50 и просчитание делал 60. Я хочу таким же стать большим, мощным, как Юрий Николаевич. Ура! Россия вперед! Президентские состязания объединили множество спортивных дисциплин. На днях завершились соревнования по легкой атлетике. 78 команд приняли участие в эстафетном беге. В каком городе самые быстрые школьники – в сюжете. На старт, внимание, марш! На президентских состязаниях – последний день легкой атлетики. Городские класс команды участвуют в эстафетном беге. 78 команд, 19 забегов. Участники должны пробежать 12 этапов протяженностью 3 километра 200 метров. На старт! Внимание! Участницы президентских состязаний Таня Малышева и Вера Смирнова приехали из города Владимир. Они волнуются перед началом эстафеты. Очень страшно, конечно, волнительно за всю команду. И переживают, руки трясутся, и эмоции просто зашкаливают. Каждый участник бежит один этап, затем передает другому эстафетную палочку и идет отдыхать и болеть за своих друзей. Первое место заняла команда из Москвы. Они пробежали эстафету за 8 минут 12 секунд. Владимир Клеймер, один из судей эстафеты, пожелал участникам хорошо отдохнуть. Набраться соревновательного опыта, и чтобы никогда они со спортом не расставались, чтобы всегда соблюдали здоровый образ жизни, ну и как на протяжении всей своей жизни повышали свои результаты. Генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете также найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Рассрочка оплаты.